всем привет а сегодня наш любимый сериал статья 130 купап управление в нетрезвом виде кстати очень распространенный случай и распространенный он потому что люди просто не знают порядка процедуры а сами полицейские это этот порядок и эту процедуру людям не озвучивают хотя обязаны смотрим меня остановили где-то город курахово и я был пристегнут и у меня есть свидетель я был пристегнут ты остановился меня астретом юрий велебекович 25 12 80 у меня забрали сейчас права не 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 дина антон юрьевич я еду с харькова еду в мариуполь заездил в курахово проверьте документов сотрудники полиции находятся нет не по форме во первых во вторых пожалуйста всю ночь ехал слышите вам предложено пройти я отказываюсь я отказываюсь до причина вашего сада причина я опаздываю опаздываете да забрали у меня права документы мы выдадим временное разрешение и поедем с временным разрешением это все для адвоката я мы и говорят что я давайте потом я возможно снимать документы и это юрий какой получится велибекович велибекович вы представляете кальций находится на близком я похож на красные глаза бледный вид лица руками мы пригласили юрий проехать наркологию дать анализы юрий и отказывается потому что я опаздываю мне товар три часа надо быть в мариуполе проедешь уступ так они говорят они у меня на месте хотели взять анализ мочи все дела он я думаю что все равно вы понимаете они не по форме одеты стоят вот здесь уже полчаса и тормозят машины я не понимаю что они хотят я опаздываю а где ваше отделение находится а в каком городе а почему вы здесь стоите какое профилактическое но объясните покажите номер приказа приказ ну давайте я прочитаю а почему вы в телефоне мне показывать нет он был должен быть распечатан на бумаге вы знаете ну как это может если позвонить на 102 вам скажут что здесь мы проводим профилактические мероприятия а именно без основания сэнси наказ наказ номер 2749 а 24 октября 2018 года парни я реально опаздываю 20-25 по 28 октября 2018 года а где подпись все дела профилактические мероприятия волновать хибах мучить покажите мокрая печать где где все это вот я не понимаю что вы мне хотите это показать ну вот как то так получилось и я хотел этому человеку помочь нашел его пообщался с ним по телефону но помочь ему уже было нельзя потому что события которые вы посмотрели это еще восемнадцатый год а в девятнадцатом году его и суд первой инстанции привлек к ответственности ну и суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции в силе он соответственно получил десятку штрафа и год лишения но я так понимаю уже и срок этот прошел так что теперь он дальше может ездить что интересно да интересно здесь то что отказываться ну конечно же нельзя потому что отказ это ну фактически привлечение к ответственности да бывают случаи когда человек отказывается потом сам едет проходит освидетельствование потом приносит справку эту в суд и суд его не привлекает к ответственности но бывают также и случаи когда человек отказывается едет сам приносит в суд справку что он трезвый но суд все равно привлекает его к ответственности потому что отказался понимаете поэтому отказываться конечно же нельзя то есть если так уж хочется отказаться и самому поехать то вы должны отдавать себе отчет в том что суд может несмотря на то что вы были трезвые привлечь вас к ответственности лишить вас права управлять автомобилем на год и дать вам штраф в размере десяти тысяч гривен при этом сами полицейские в таких случаях они косячат просто максимально вот на второй минуте вот этот вот полицейский назовем его так да с телефоном с айфоном там стоит снимает оператора он включил он во первых он не разъяснил процедуру что должно быть что и как и какая ответственность да и какие последствия за то либо иное решение которое примет водитель он этого не разъяснил во первых а во вторых он сказал там одну такую интересную фразу говорит ну хорошо отказывайтесь мы тогда вам выдадим временный этот талон и поедете дальше и так оно и произошло он получил временный талон и поехал дальше понимаете вот а потом говорят у нас только есть так подождите вы то есть вот полицейский ты говоришь что у тебя есть основания считать что человек в наркотическом обвинении но что ты сделал ты просто состряпал протокол и дал ему возможность дальше ехать так кто допускает таких людей управлять ну как бы ну вот вот понимаете вот в этом вся и суть если мы откроем статью 266 купа то мы увидим что проведение освидетельствования на состоянии опьянения она еще совмещается с отстранением от управления но если посмотреть как бы по логике как это должно происходить то конечно же сначала водитель должен быть отстранен от управления а только потом должна быть произведена процедура освидетельствования отстранение при отстранении полицейский обязан передать ну не передать а обеспечить чтобы человеку водитель передал транспортное средство под управление трезвого водителя в данном случае этого не произошло и таких случаев кстати очень много просто составили 130 забрали права человек поехал дальше и сразу же возникает вопрос так подождите а как так так разве можно или что то есть если есть у вас признаки человек отказался так значит нельзя его допускать но если оказались признаки уже сначала нужно отстранить да и передать и если вдруг это алкогольная да то понятно дело по факту уже должно быть понятно если трезвый значит можно дальше ехать если не трезвый значит едет тот кому передали а по наркотическому вот так вообще же интересная ситуация получается нам сразу вот медучреждение не дают результатов и получается что должно быть отстранение безусловно по наркотическому но вот так вот это работает и что вот самое похабное в этой ситуации ну человек как бы признался да не признался признал фактически свою вину в том что вот он так поступил и он просто не знал законодательства ну как бы да незнание не освобождает от ответственности то есть он осознал то что так поступать нельзя потому что вот потом такие последствия но при этом из самих этих полицейских никто же не наказывает за вот подобные вещи а это очень такой распространенный случай я таких видел уже даже сам лично уже парочку просто свидетелем где-то у меня даже есть видео на канале по этому поводу поэтому запомните отказываться ни в коем случае нельзя а если уже вы и отказались то обязательно вы должны пройти освидетельствование в течение двух часов и все равно при этом нужно иметь в виду что даже если вы пройдете освидетельствование самостоятельно и принесете в суд справку где написано будет что вы трезвый все равно даже и в этом случае суд может привлечь вас к ответственности по статье 130 так что будьте бдительны читайте законы ну и все на сегодня пока когда люди отказываются в течение двух часов в медучреждения и в суде все равно бывает такое что люди отказываются каждый делал то что мог либо я просто совру и сказал что здесь был выбор у меня была мечта и никаких игр я всего лишь хотел оплатить